Привет, друзья! Сегодня поговорим о грядущих процессорах Intel, поразмышляем, сколько еще ждать NVIDIA VOLTA и разберем детально официальный отчет Samsung о их взрывающихся аккумуляторах. Intel готовит новое поколение высокопроизводительных систем Skylake X и Kaby Lake X, новый сокет 2066 и новый чипсет для энтузиастов Intel X299. По данным BenchLife, новое железо покажут в августе на выставке Gamescom 2017. Предварительные данные вполне ожидаемы. 14 нанометров, поддержка 4 каналов памяти, еще больше линий PCI и вообще всего больше и все лучше. На старте можно будет взять процессор, у которого будет до 10 ядер в случае со Skylake X и будет еще 4-ядерный Kaby Lake X. А в 2018 году под эту платформу выйдут новые процессоры Coffee Lake X. Из X все понятно, а вот что такое Coffee Lake? Это, друзья, очередной рефреш Skylake, то есть ожидаемый Canon Lake будет, но это будут процессоры на 10-нанометровом техпроцессе. И похоже, Intel его не могут пока освоить. И еще какое-то время будут перевыпускать Skylake. Конечно же, стоит ждать ряд оптимизаций, но под Coffee Lake нас опять ждет новый чипсет 300. А будет ли обратная совместимость с 100 и 200, пока неизвестно. И похоже, что Intel собирается поддерживать на рынке сразу два поколения процессоров. С разной архитектурой и разным техпроцессом. Coffee Lake 14 нанометров и Canon Lake 10 нанометров. Очевидно же, что 10 нанометров лучше, но техпроцесс 14 нанометров уже хорошо знаком инженерам Intel, и им проще будет добавить дополнительные два ядра и внедрить в эти процессоры ряд улучшений самого разного характера. Плюс, говорят, там будет не простенькая встроенная графика уровня Intel HD 530-630, а достаточно мощное решение уровня Iris Pro Graphics. Или даже лучше. Так что для тех, кто собирает компьютер без видеокарты, и для пользователей ноутбуков Coffee Lake будет гораздо интереснее, чем Canon Lake. Ведь у 10 нанометровых процессоров будет простенькая графика. А вот видеокарты NVIDIA, по всей видимости, все-таки переходят на новый технологический процесс. Финфет 12 нанометров. Напомню, что текущие карточки Pascal производятся с применением техпроцесса 16 нанометров, в то время как Radeon Polaris уже на 14. И тем не менее, старшие видеокарты NVIDIA однозначно быстрее старшего в линейке Polaris 480 Radeon. Чем тоньше техпроцесс, тем более производительный чип можно сделать при тех же габаритах, и тем меньше он будет потреблять энергии при том же количестве транзисторов. То есть, греемся меньше, мощи больше. Ранее ходили слухи, что новое поколение видеокарт NVIDIA VOLTA также будут использовать техпроцесс 16 нанометров, как и нынешний Pascal. Однако Fox Business считает, что NVIDIA запустит их на 12 нанометрах и запустит в этом году. И больше про новые видеокарты неизвестно ничего. Только на форумах таинственные инсайдеры рассказывают истории о NVIDIA. Pascal значительно отличался от старых видеокарт на Maxwell. Внутреннее устройство у чипов этих поколений разное, и есть мнение, что VOLTA настолько же сильно будет отличаться от Pascal для меньшего энергопотребления и более высокой производительности. Но говорят, что сначала VOLTA появится в виде графических ускорителей для профессиональных задач, и только в 2018 году доберется до наших с вами игровых ПК, принеся с собой GDDR6 и или HBM2. А в этом году от NVIDIA следует ждать рефреш Паскаля GeForce GTX 2050, 60, 70, 80. Новые, немного улучшенные видеокарты по привлекательным ценам. И если с ценами будет порядок, то я лично ничего плохого в этом не вижу. Были бы деньги на всю эту красоту. Тут все уже рассказали про то, что официальное расследование Samsung о взрывающихся Note 7 закончено. Отчет представлен. Но вот вы и знаете причину возгораний? Я ничего из сообщений СМИ не понял, потому что никаких деталей не было. И мы с Ильей потратили весь день, чтобы изучить доклад Samsung, а и заодно восполнить пробелы в знании о производстве аккумуляторных батарей. Хочется технического и в то же время понятного простому человеку объяснения. И вот сейчас я его озвучу. Итак, сначала вопрос. Почему? Samsung хотели сделать телефон тонкий, менее 8 мм, с изгибами, и в то же время, чтобы батарея была емкой. Задача была в принципе решаемая. И я уверен, что когда тестировалась первая партия этих аккумуляторов, произведенных ограниченным числом в идеальных условиях, все они были изготовлены безупречно, и у них все было в порядке. Но при массовом производстве в части аккумуляторов появился брак в виде изгиба отрицательного электрода в правом верхнем углу батареи. А у некоторых батарей был и дополнительный брак в виде смещения конца того же электрода в зону закругления. Физическое повреждение литий-ионного аккумулятора или его деформация даже вот такая могут привести к прямому контакту катода и анода, отрицательного и положительного электрода при разрядке, то есть короткому замыканию и мгновенному выделению огромного количества тепла. Самовозгоранию. Что, собственно, и происходило с рядом смартфонов из первой партии Note 7. После того, как Samsung поняли, что проблема носит массовый характер, они отозвали аппараты и заменили в них аккумуляторы собственного производства на китайский от компании ATL. Это был уже октябрь. Оговорюсь, в отчете говорится поставщик батарей А и поставщик Б. Судя по всему, А это собственное производство, а Б это ATL. Изготовленные аккумуляторы Б были по тем же вводным, что и на собственном производстве. Но вот Note 7 с новыми батареями попали на рынок, ну и с ними случилась та же беда. Самовозгорание. Но на этот раз из-за плохого качества сварки под высоким давлением у части батарей. А у некоторых, судя по отчетам, так и вовсе отсутствовал необходимый слой изолятора. То есть, по сути, причины другие. Но и там, и там производственные линии оказались просто не готовы к высоким требованиям, ну, скажем прямо, дизайнеров Samsung. И чтобы производить такие батареи без брака, точность нужна, ну, просто ювелирная. Контроль качества совершенно иного уровня. Для проверки и выявления причин случаев самовозгорания проводились исследования не только самой Samsung, но еще и сторонними компаниями. И всего в исследовании приняли участие 200 тысяч аппаратов. Девать-то их все равно было некуда. Сделать уже сделали, а продать не могут. Ключевые пункты во всех отчетах совпали. И в будущем, как заявляют сами Samsung, проведенный разбор проблем с Note 7 поможет улучшить качество производства аккумуляторных батарей, в которые, возможно, теперь будут встраивать огнетушители. И это, кстати, совсем не шутка. Наработки по внедрению антиперена, трифенилфосфата, в аккумуляторные батареи уже есть. И стоит батареи со специальным слоем нагреться до 150 градусов или выше, трифенилфосфат тут же высвобождается и не дает батареи загореться. Ну а какое теперь будущее у Note 7? Пророчили, что Note 7 станет последним ноутом. Но вот на пресс-конференции, которая была посвящена как раз отчету с Note 7, официально было заявлено, что Note 8 будет. И, конечно, обещают, что он будет лучше, чем все, что они делали раньше. На этом все, друзья. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok